Здание Большой Ивановской мануфактуры уже долгое время стоит и отнюдь не красит центр города. Идею реорганизации комплекса зданий поддержал президент. В этот четверг на территории госуниверситета инициативная группа собралась, чтобы обсудить идеи и дальнейшее развитие проекта. Возрождение сердца города невозможно без участия в нем горожан. Поэтому почти каждый месяц в рабочем режиме идеологи проекта собираются, чтобы наладить обратную связь с активными жителями. Идей много и каждая интересна по-своему. Важно в том числе обсуждать то, что будет на Большой Ивановской мануфактуре, на кампусе БИМ, в части реализации третьей университетской миссии, имеется в виду университетских всех университетов. Третья миссия заключается в том, как университеты служат обществу и вокруг. В нашем случае это горожане, которые придут и активно будут, я убежден, включатся в работу со своими предложениями. Моя идея заключается в том, что, на мой взгляд, очень важно в Иванове наличие центра современного искусства. То есть некоторого пространства с определенной большой степенью свободы, куда художники могут приносить свои картины и выставляться, делать выставки. Место для создания образа будущего – так называют проект жителей города. А идеологи комплекс зданий БИМ называют Ивановским Кремлем. Это, по-моему, придумал архитектор Александр Снитко. Мне очень нравится это название, поскольку наш город входит в Золотое кольцо России. Оно, по-видимому, единственный город, где нет ни Кремля, ни старинного монастыря. И вот расположение БИМа в самом центре города, в сердце города, собственно, это как раз повод для того, чтобы считать его Ивановским Кремлем. Кампус станет мини-городом. Помимо учебных корпусов, научных лабораторий, современных общежитий, в рабочем проекте предусмотрен центр здоровья с фитнес-залами, кафе и другими инфраструктурными объектами. Регион вошел в число победителей конкурсного отбора Миноборнауки со своим проектом научно-образовательного кампуса. Его сердце – фабричные корпуса. И их не просто сохранят, их будут восстанавливать. Кампус возникнет в стенах Большой Ивановской мануфактуры. Это почти 45 тысяч квадратных метров. Это самое сердце города. И этот образовательно-культурный центр, как мы его называем, я думаю, что это будет единственный пример в стране, когда в самом сердце города, самым главным точкой города, точкой притяжения города станет именно образовательно-культурное пространство. Оно будет доступно не только для ученых и студентов, преподавателей, оно будет доступно для всех горожан и гостей города. Проект по созданию кампусов является частью нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Миноборнауки России. К 2030 году на территории страны планируют построить 25 таких научно-образовательных пространств. В Иванове хотят открыть в 27-м. Юлия Семина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».